пацаны всем доброе утро выезжаем на погрузку буряка время у нас 6 часов утра едем на поле занимать очередь подставочка у меня чуть-чуть дергается изображение извините кабина пока не плавающий качество съемки работаем потихоньку когда не было никакого желания снимать ну как желание настроение с работой конечно не все так гладко и хорошо рейс рейс сутки завод работает два на два свекольный два дня работаем два дня дома два дня работаем два дня дома ну это все от того что погода жара еще стоит она в кузове свекла ничего а у турнах так вообще подальше более наши свекла еще говорят по анализу плохая вообще-то не лучше же есть так что не было возможности снимать и настроения нет задолбала надергаться так что сейчас подсниму дорогу там не надо бумы заснять как-то такие раритетные бумы прям ну они как-то сказать не раритетные но уже как бы там много много где практически сплошные бумы где-то электрические где-то смывные выгрузки не ну смывные выгрузки вообще конечно сказка на Услабинском заводе там смывная то есть после после Услабинска кузов не надо мыть если попал на смывную тебе кузов помыли вот сразу может после свеклы ехать на зерно так что выезжаем из деревни погода достала не дождя ничего один ветер в пыли лазин как эти как поросята в грязи ну самое самое интересное это погрузка погрузка у нас не от такого комбайна там как есть холмер ропа у нас виг за ним надо ездить постоянно пока не загрузишься ну да я сейчас постараюсь заснять эту погрузочку такую вон ну короче копают в соседнем селе хозяйство до поля где-то километров ну наверное 10 вот такой вот дороги по грунтам вон что творится зеркало я правда вчера помыл ну я помыл как для себя чтобы поглядеть на это весь в пыли и на залоге мочат дорогу водой оно там это и это как оно и здесь это галимая и короче вся рама белая ничего не видно я вчера помыл прогляделся вроде бы пока что все хорошо пока дефектов нету пока потому что ну камаз это же чудная машина она даже может просто стоя возле двора поломаться никуда не ехавши вот так я говорю как поросят вот тут у пыли ездил дождя вообще не было последний дождь такой более-менее был это в августе месяц и то там ну может полчаса зарядил так хорошо там я не помню сколько миллиметров выпало и все а так калмык задолбал тут уже туй ты туй туй ты туй туй ты туй даже тут бывало что были у нас эти пыльные бури там будет один поворот я вам покажу как мы намесили пыльной муки вот так вот мы ездим короче подъехали к этому повороту он тут так вот мы пыли намесили вот видите вот сколько тут пыли намесили месила какое пыльное творится легковая пролетела теперь у пыли не ехали да и вот так вот как бы я жарю как поросята в грязи только мы в пыли что мне пришлось короче я поставил с мамонта две кассеты воздушных ну одна маленькая одна большая чтобы я тут замучился одинарную нужно продувать да так и грубе легче будет не так вот он будет масло жрать потом не так его забьет центрифуги нету теперь только с этим центрифуга справлялась центрифуги теперь нету ванна и очень хорошо мне я даже заметил что машина лучше с ним поехала с таким фильтром да дорого ну то есть можно там по моему сколько маленький фильтр до 50 тысяч выхаживает то есть можно только этот менять большой большой там стоит по моему 2700 вот так вот где-то и все так пацаны мы уже грузим грузят нам прицеп вот так это дело происходит тут короче надо за следом за веком но это как меня научит я там второй год только по три когда работали были холмира к ним побежали к Казахстыбал и поехал а тут надо с ним ездить прицеп грузит потому что ветер пыль ветер восточный как раз наверх идем он грузит этот прицеп а потом когда развернемся ветер будет тут и будет грузить уже этот машин чтобы короче не так все были было на первой передаче и идем потихонечку по полю потом глянем если мало будет надо будет насыпаться и все отбираемся чтобы не летело и на завод короче развернулись мы теперь спускаемся вниз прицеп вроде бы полный машина убьет комбайн и вот так вот катаешься за ним тут наверное меньше круга придется сейчас в одну сторону где-то 2 километра 2 я в одну сторону прошел прицеп набили и машину начал насыпать вот на той стороне вот сейчас не спускаемся может где-то до середки дойду и буду груженый ну извините за тряску телефон сон в руках неудобно бегать чуть-чуть дороги поднять проезжаем сейчас белую глину и как раз на деревне до завода осталось 90 км с поля до завода короче 90 км 21 км и сон в доме 500 км Ну и есть такой шанс, что одной машине не падает вторым рейсом, да, и поехать делать второй рейс. Только только те, кто первым возгружаются, у них это получается. Тресется все. Нет нормальной поставки. Поэтому мы сходимся тем, что летят. Сейчас будет Белоглинский элеватор. Это раньше, а сейчас он под этим под Смартом. Сюда эту семечку возят. А там потом на самолете будут самые бомбовые топовые подписчики. Тут, короче, две дороги. Можно ездить и через наш мост. Там дорога получена. Поехали. Ну, короче, много поворотов. Вот это вот по поселку пока проедешь. А там вышел, что от поста, километров двадцать до поворота постоянно на пятой повышенной. Идешь и идешь. Потом повернул, разогнал опять пятую повышенную, включил и пошел. И выключил уже новопокровку. Ну, я засекал, короче, за час я доезжал. Более того завода. Час. Час. Вот этот поворот. За ним еще один поворот. А потом подъем. Так как прицеп сильно качает, особо не разводишься. Тем более вот она встречка. Тут можно было по встречке срезать поворот. Как тушить машину. Утушливым приемом подниматься. Вроде бы кайду. В пятой понише. Взять вот. Подготовим сразу повышенную. Так вот охватит его. Охватит его не на долго. Четвертое пониженное. Ой, повышен. 40. Короче, без разгона. Особо это подъем не преодолеть. Там разгон тоже куда-то. Поворот крутоватый. Тут цепь качает. Стрюхотской, да, Стреховской бы то другое делал, а тут, извините меня, не особо получается. Хорошо. Вот, пробанная аппаратия, она уже у нас новопокровка, точнее уже выявил. Через новый переезд. Новый переезд. Хотя хоть и новый переезд-то все равно. Вот, истребительная сверху. Пошел. Ой-ой-ой-ой, все падает. Штатив падает. Что, Лень, тут низкий гром, ну зараза. А раньше этого переезда не было, в том году его построили. Истребительная сверху. Истребительная сверху. Истребительная сверху. Истребительная сверху. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Всем доброе утро. Истребительная сверху. ДТ-75. Перевертает. Перевертает. короче вот такой вот вот машины в очереди стоят на него вот так происходит выгрузка сам сидит в пуске в этой типа оператора он управляет всем процессом отошел от бомба потому что там все рохотит я не знаю сейчас слышно меня или нет так происходит выгрузка завод завтра опять выходной поспезавтра тоже но все общий поэтому я загружаемся либо домой либо если успею на рынку старых поеду я звонко и что покажу и такое вот тут бывает опа на повороте памятник стоит не знаю говорят что по слухам говорят что мужик помер водитель это по слухам а слухи бывают разные раньше тут была щебень раньше тут по левую сторону по правую сторону так очередь была на сахар от этого камаза и там дальше еще территория ж.д. вокзала была тоже забита площадка вся и со стороны плоской тут тоже вообще караул был раньше а сейчас они просто сделали два на два вот два дня работают одни хозяйства потом у них выходной потом еще потом другие два хозяйства ну хозяйства работают два дня и вот так вот они ну ладно что мы выгрузились теперь едем домой первая машина та которая успела она поедет вторым рейсом а мы отдыхать так что правда попал я за начинающим чайничком давай 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 так что вот так вот мы потихоньку и работаем два дня рабочих два рейса ну если повезет первую выгрузишься то можешь вторым рейсом загрузиться не получилось рейс еще отвез на следующий день и там мы день отдыхаем ну вот этот день когда который вот сейчас я буду дома потом выходной заводской а на второй заводской выходной 6 утра на поле и грузится и проезжать сюда и тут стоять чтобы выгрузиться на следующий день так что не очень конечно заработок получается в этом году ну а что-то поделать будем довольствоваться тем что есть всем доброй ночи немного вам ночного контента еду на завод а что так поздно ну короче комбайн три раза ломался мы его делали вот а потом я возился с феном вчера ночь спал фен не работал короче я не знаю что-то с ним случилось дает ошибку ругается на носок короче пришлось позаимствовать в другой машине 10 часов вечера заезжаем в Краснодарский край вот она стела ехать в принципе по хорошему час так что да долго я с феном провозился короче провезли я думал что свечка провезли мне новую свечку ни хрена ставлю ни хрена так же дымит два раза пытается запуститься и ни хрена короче запускается и все ну я потом уже решил пойти на крайние меры поехать позаимствовать у второй машины фен ну приехал поставил короче как бабка очертала так же вот так тут кино было короче позавчера вроде ну как короче первого октября должны были уже грузиться не доезжая до поля встретил машину короче говорит все выходной копать никто не будет короче поехали домой да такие вот у нас приколы бывают что еще ну в принципе ничего такого я уже говорю одна вот там муторная работа и больше ничего как-то да может кому интересно будет вот так вот лампы светят вот дальний это вот такой дальний свет у него а так даже не знаю да там я подснял чуть-чуть все-таки я кайфую от такой обстановки ну что все равно как-то прикольнее ехать особенно если вот так фонари горят по четверке тоже прикольно но это раньше было когда можно было там на гамазе есть она и сейчас можно но очень много надо платить 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 это как в этом дай 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 да так что в дальнейшем может быть будет такой контент с ремонтом но я не буду ничего говорить озвучивать потому что много глазливых людей есть когда будет тогда все увидите но я думаю что после свеклы будем потихоньку заниматься этим потому что надо 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 да кстати есть еще в планах поставить ZFLK GUR вот и хочу еще полностью перебрать передок и если получится если получится я наверное еще поставлю стабилизатор кто бы что не говорил но с ним получше как бы там машина себя ведет кто-то там говорит что нахрен он нужен толк от него никакого есть толк в каждой железке есть свой толк даже ну к примеру как сказать не зря же она там стоит правильно это тоже как да потопну машина еще когда они там даже по-моему завод об этом имеет мы наверное и не знали что существует стабилизатор так что будем потихоньку машину делать хоть и работы нету так так но может быть еще поедем покатаемся как тут расценка не 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 очень хорош а что делать работать тоже надо так что не видать маячков дети человечки а вон стоя стоя сейчас будем притормаживать ну что время 22 33 я уже на лапахровке приехали уже приехали еще надо совсем чуть-чуть проехать заводская очередь так тут школа и камера за камерой два лежачих полицейских асфальт конечно раздавленный просто просто сейчас наверное сяду и буду монтировать ролик что вот это откладывать ну что наснимали то наснимали а что теперь может будет еще какой контент еще будет снимать так что хромаем потихоньку по станице красный стрелка не горит все в очереди доехал человечка не было в этом тут не день и на переезде ну короче в станице в белой линии остановил ли пообщались ли поехал дальше спать спать затенить сутенерская подсветка так рацию выключаем музыка пусть еще чуть поиграет да егки-палки так что сейчас буду монтировать ролик итак я там уже наснимал на очень много сейчас попробую что-то вырезаю что-то что-то оставлю так что давайте до скорых встреч ставьте лайки пишите комментарии и всем спокойной ночи